Алло, доброе утро. Доброе. А вообще так в темноте такое? У вас что, свету нету? Нет, есть свет. Сейчас, минутку. Сейчас, подождите. Вот так лучше? Ну так как будто повыше. Видно. Так, ну и говорите, кто откуда, зачем. Три вопроса. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет. Я слушаю вас. Назовите, чтобы знать. Я сам из Санкт-Петербурга. У меня ребенок родился два месяца назад. И вот хотим крестить. Когда лучше крестить ребенка? И какой должен быть крестный и какая должна быть крестная? Эти вопросы сегодня вам ответит каждый. Но только все это будет не так. Дело в том, что если вы крепко верите, постоянно ходите в церковь, тогда можно такой вопрос задавать. А если ничего не думаете делать, то не надо крестить. Об этом сегодня все говорят. Отец Дмитрий Смирнов говорит об этом. Просто так, Давиду, все икри. Я покрещу. А что толку-то? Какой толк? Он, когда придет в возраст, он не крещеный был. Ему можно принять крещение, грехи омоются. А он ничего не понимает. Теперь в школе везде будет цеплять, как собачий хвост, все репьи, все грехи. А я не просил меня крестить. Готовы ли вы? Крестные, крестные это фикция. Никакой роли не играют сегодня. У меня сколько крестников было, и ни одного не допускают. Обман это все. Так что оснащите себя. Если вы, как я говорю, постоянно занимаетесь Словом Божьим, и вы, и жена ваша, считаете Святую Библию, ходите в Храм Божий, ходите на исповедь, причащаетесь, каждый пост, четыре раза хотя бы в год, собираетесь, изучаете Слово Божие, можете присоединиться к нашим занятиям. Я вам скину в конце. У нас три раза в неделю идут занятия по скайпу. И утренняя молитва. Можете пристать к нам с молитвой. И тогда можно будет говорить, где у вас будут крестить, чтобы в троекратное, полное погружение было. Ну это понятно, но у нас в Петербурге этого нету. А чего у вас нету? Ну вот, слышали про такую церковь Никольская? В Санкт-Петербурге, не знаю, я в Барнауле живу. Ну вообще, есть такая Никольская церковь, и она такая считается для моряков. Именно там вот, именно такая вот, она считается для моряков. Я знаю, как в Лиепае такой был. И что? И вот мы почему-то вот позвонили им, и они говорят, что надо прийти, 500 рублей принести, потом какие-то бумаги заполнить, а потом прийти и крестить. За что 500 рублей? Вопрос. 500 это еще недорого. Как отец Дмитрий говорит, говорит, если уж ничего не знает, да хоть деньги отдадут. Если деньги платите, крещение недействительное будет. Надо договориться, где будут крестить. Я бы сказал, сначала сами к Богу обратитесь, получите духовное рождение свыше, чтобы это была не какая-то фикция. А вот тогда уже разговаривают, а вы позвонили, а что это даст? Я вам прям прямой путь указываю. Сейчас мы поговорим. Я вам скину данные наших ресурсов. Вы на них там, я покажу, где крещение, и вы о крещении все прочитаете. У меня вышло 38 книг, и в одной из них описаны все таинства. Моя работа эта. Я собирал 40 лет материал на них. И вы тогда посмотрите, надо вам этим заниматься или не надо, или просто живи, да и живи, греши. А после пищеварительного процесса спокойно сойти в могилу и обрящешь лишь смерть. Понятно, понятно. Это я вам говорю как есть. Вы сейчас посты соблюдаете? Нет. Вы отключены от церкви на два года. Канонно. Дальше. Бороду зачем бреете? Вы не православные, если вы без бороды. Посмотрите на иконы. Все до одной иконы с бородами, не считая Пантелеимона, там и других, которые мальчишки, молодые. Все, у вас в доме две мамы? Нет, одна. Ну, одна, значит. А ваша власть над женой или подкаблучник? Ну да, может быть, вы правы, правы. Это, тут серьезно. Я вам говорю еще в таком легком, ироническом смысле. А если по полной программе давать, так это ужасно. Вы такую наложите арбу на ребенка, а он говорит, а я не просил вас. Вы меня не научили ничему. И когда он придет в возраст и пожелает креститься, а он уже крещеный. И что он доделал до этого времени? Все считается в стадии верующего. А он и неверующий может быть. Я очень часто эти вопросы показываю. Не надо крестить, если вы сами пока не обратитесь. Отложите на год, начните сейчас заниматься. Я вам буду материалы давать. У нас готовится, у нас крещение в озере один раз в году, летом, в июле. Вот этот год, вот сейчас, 19-й. Ну, я смотрю вас давно, я все серии. Из Германии, из Ливана были, приезжали люди. Это все люди пришли через интернет. Так они, это семья настоящая. Мы нужду друг друга знаем. Мы молимся. Извиняюсь, сейчас воды попью. А воды не надо пить. А у меня температура. Я просто на самом деле, говорят, что когда температура лучше... Знаете, есть такой щад рулетка, там все хлещут и пьют. Это блудники заливают гиенский огонь. Не надо это. Да нет, я не пилаю, у меня просто температура. Ничего не будет, пока вы со мной разговариваете, не умрете от температуры. Не надо. Я вам говорю, никогда на людях не пейте. Если есть возможность. Я вам подсказываю, не во вред вам. Вот я занятие, допустим, вел в пяти университетах, а по два часа я не позволяю никогда стакан поставить на капитру. Зачем нужно? Я человек, скотину поят два раза в день, а человек может три раза на пицце. Еще один вопрос есть. Давайте. Вот был у вас, вы общались с мальчиком через скайп где-то в мае. Ему было где-то лет 13. И вот он уехал, ему делали операцию на ноги. Вот какая у него судьба? Не знаю, не писал. Это с Украины мальчик один. Да. Он не пишет больше. Многие хотели ему помочь. Не знаю. Я только что вернулся из деревни один месяц назад. Я в городе Барнавуре сейчас месяц нахожусь. А там связь была не очень хорошая. Поэтому переписка небольшая была. По скайпу ни с кем не разговаривал. А здесь можно. Понятно. У меня в принципе все. Я вас понял. Все. Значит сейчас я буду материалы скидывать. Вы их берите. Тщательно прочитайте. Если вы серьезный мужчина, серьезный хотите, то следующую нашу беседу обязательно, чтобы с женой были. Хорошо. Потому что надо работать во всех направлениях. Вот так. А где вам кто сказал 500 рублей проще, туда даже не заходите. Это симония. Это грех смертный. Для крещения нужно три условия. Первое. Чтобы ты был научен. Принял Христа как спасителя, который за тебя умер. Поверил в это. И обещался ему служить, принес покаяние. И сам был крещеный. Покаялся. Вот. И тогда для крещения еще нужно, чтобы бесплатно было. А вам все условия нарушили. Ни наученный, ни крещеный. Говорить не о чем. Еще вопрос. А как у вас кошек-то вы всех котят раздали или нет? Кошек нет, не всех. Еще у меня три свободные. А? Много осталось? Три. Я три оставляю себе, а трех отдаю. Потому что ради кого оставил, оставил, тех людей не нашли. Жена попросила, я оставил. У меня кошки чудесные. Мыши ловят такие. Ласковые. Пока они у меня дома. А сколько было? Пять вроде? Так, подожди, шесть. Ну, ходи сюда. Белый, покажись. Ого. Вот он какой вырос за год. Смотри. Плотненький такой. Сейчас я подожди, покажу. Маленький. Где мать его? Паля, Паля. Паля, 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 ты где? Где Паля у нас? Ну-ка давай. Сейчас я ее выману сухой рыбой. Паля, ну-ка иди сюда. Ой, рыбки дам. Ну-ка иди. Вот она хорошая моя. Ну-ка иди скорее. Паля, Паля, Паля. Иди скорее. О, ну снова наверху. Иди. Иди скорее. Скорее иди. Вот она где. Иди скорее. Сейчас я ее выману сверху. Иди скорее. Иди скорее. Паля, Паля, иди скорее. На. Иди. Паля. На. Паля. Паля, Паля. Вот, 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 вот. На, на. На. Ну-ка. Ну-ка поешь. Ой, какая хорошая почечка моя. Пойдем-ка сюда. Это его мать. Вот она какая, пушистик. Видишь? Какая красота. Они такие потненькие у вас все. Упитанные. Как говорите? Я говорю, что они у вас все упитанные такие. Ну, такие, мы же кормим. Они у меня вахтовым методом несут дежурство на голубятии. Там, перед голубятией пространство, чтобы мышей не пускали. Так у меня еще на улице, кроме моих шестерей, еще четыре там в церкви дежурят. И всех кормлю. Так, а собаки-то за забором так и остались? Когда вы выходили, кормили. Видео было в том году еще. Собаки-то? Да. Собаки, которых кормили, ни одной нету. Потравили их. Одну задавили, а другие потравили. Я вернулся, пошел туда, они тут речной порт рядом, там дежурили. Ну, сейчас там другие. Мне тут сделали замещание свои, дескать. Они тут ходят, и тут ребятишки к нам в церковь там молиться ходят. Как бы еще не было. И они ласковые такие все делаются. Скотина же это понимает. Как я к ней отношусь. Ну да. А кошки-то у вас так и живут под домом. Ну так и есть. Если бы вы были рядом, посмотрели. А так я... Ну вы видите, какие они. Да, да, плотненькие. Рыжая, рыжая где? Их бабка где-то, та постарше. Рыжая где? Рыжая, рыжая. Ну, они ночью-то дежурят, а днем лежат, отдыхают. На палате у меня там. А Володя на работу ушел, да? Нет, на благовестие. Работы в воскресенье нет. В воскресенье мы никогда не работаем. Никогда. Только если там, допустим, крышу сорвало, дождь промахит. Тогда уже скорее залатать надо. Сейчас они были в храме. У нас было занятие. Собрание большое, годовое. С какие у вас занятия начинаются? Я сейчас скину вам. Сейчас я скажу. Подождите. Вы обязательно на занятия приходите. Три раза в неделю. Вам это ничего не стоит. Кроме того, молитва утром. Один раз хотя бы побудьте с нами. И вы увидите, как молятся люди. У нас очень серьезно. Вот мы деревню строим. Ну, у нас патриархийная церковь-то, патриаршая. Митрополит приезжает, служит. Митрополита такого Бог дал. Я не знаю, есть ли такие еще патриархии. Вот как отец родной. Это Бог дал нам за то, что перед этим были сложные отношения с другим. Тот преследовал нас. Клеветы разные были. Его того убрали. А этого из епископов, минуя архиепископа, митрополитом поставили. Он как не увидит, с распростертыми объятиями так. И везде отношения все изменилось. Наши объявления в лагере прямо под колокольные висят, и никому дела нет. А до этого посылали семинаристов, все везде срывали. Один человек, ну как много значит. Понятно, понятно. Митрополит Иванников, Сергий, митрополит, владыка. Очень хороший. Ну, Бог видит наши... Ну, Бог дает. Спасибо вам большое. А откуда он приехал-то? Да. Он был, кажется, в Эстонии. А дело вот в чем. Он на должности был священником много лет. За границей Вирусалима, в Чехословакии, везде. У него большой опыт. Он смиренный такой. Ну, вот вот я сижу, он сюда приезжал у меня в комнате. У нас здесь храм, во дворе молимся. И он приезжает со священниками, с семинаристами. После трапеза экскурсию сделаем или концерт. Вот у Бога все вымерено. Мы и с тем не спорили. Но он так себя вел, что, как говорят, неадекватно. Ну, разные клеветы принимал. А этот еще все потушил, и как будто никогда не было. Вот у меня брат священник, протеерей, отец таким. А мы-то принадлежим к русской православной зарубежной церкви. Мы не патриарши. И он, когда уезжает в отпуск, идет туда в епархию. Это фактически-то не наша епархия. Но мы заодно, и Любовь это делает. Ему дают бумагу, что он под судом не состоит. И проще проще. Нарушений нету. Свободно может везде, куда едет. В Дивеево, в Почаево. Может причащаться, служить и прочее. Вот как Бог делает. Мы вымолили его буквально. Ну нас пугают, чтобы... А что у вас на участке, за забором? А где? А за забором, что-то у вас там... Дорогу ломали, что-то эскаваторы работали. А-а-а... Ну это... Ну это городская администрация, так сказать. Машина-то. Они прокладывали газовые трубы, поэтому сверлили. Следующая улица. И вот тут, где проток, рукав, АБИ, ну тупиковый. Тут терраса, их сейчас убрали и говорят, они его заполнять хотят. И здесь будет целая улица строиться на пирсе. На пирсе. Огромные там дома, 20 с лишним этажей. Ну не знаю, даже страшно. Это где мы находимся, ниже нас на несколько метров будет. Уже вовсю работа идет. Ну вы же отказались... А? Ну вы же отказались от газа и правильно сделали. От чего отказались? От газа. От газа я отказался. Это бочка. Ну я говорю... С торохом. Прижали на бонг. Мы говорили, мы топим уголь, дрова. Как было. А вокруг все соседи, все с газом. Ну это наш выбор. Нас спрашивали. Приходили. Мы отказались и написали. Тут один взорвался, погибло буквально весь подъезд. Сколько людей. Каспийский. Только слышишь, опять взорвалось. Потому что если бы я один жил, а когда не один, а их тут и пьяные всякие. Я не могу это доверять. Вот у меня был до этого дом я купил. Не дом, а квартира. Двухэтажного дома деревянного. Старый, то купеческий дом. Для бабушек. Храм был один в Барнауле только. И нигде тут больше не было. И они сюда приезжали. А за стенкой пьяные были. Ну и зажгли. Сгорел дом. И которая там была на той стороне пьяница. А она сгорела сама. Прям от храма через два дома. Около Никитинской. А в эту же ночь запылало в монастыре. Две монахини сгорели. То ли подожгли, то ли чего. Ну понятно. Ладно. Спасибо вам большое. А мы говорим спаси Христос. Да. Спасибо Христос. Сейчас. Жду информацию. Я сейчас скину материал. Как вас звать-то? Максим? А вы знаете, как переводится? Нет. Ну это от слова максимум. Это одно и то же слово. Это означает на высшем пределе. Я не знаю, как наивысшее или как правильно перевести. То есть, все, что вы делаете, вы должны делать на отлично, только на пятерку. Ваше имя это заключает. По максимуму. Если работаешь так, чтобы ни жена, ни кто не нуждались. Работа должна у тебя быть высшего качества. Верующий значит такое, чтобы Христу было не стыдно за нас. Если крещение ребенка, то правильное должно быть по слову Божию научиться и тогда крестить. Сами уже, чтобы вы были в церкви. Я уж не говорю воцерковляться. Это не хорошее слово. Надо родиться свыше. И как Серафим Саровский говорил, стяжание Духа Святого. Быть движимым Духом Святым. Слушать, что Бог тебе скажет. Что-то я говорю, а вы сразу меня проверили. Как я? Настоящий верующий или нет? Чтобы обидно было. Значит, бритву выбросьте сегодня же. Сегодня. Жена дома? Дома. Ребенка укладывает. Позовите ее, познакомимся. Ну, она ребенка укладывает. У нас тут как бы так далеко. Она не делится на полминуты-то еще уж ребенка. Вы не тряситесь над одним ребенком. Знаете, чтобы правильное отношение к детям было, нужно больше рожать, как она сказала. Она сохранилась 35 лет, как девушка. Ее спрашивают, а как вы сохранились? Она говорит, больше рожать надо. У меня уже 8 детей. А у нас тут семьи. Отец был без руки с фронта. И было 10. 5 мальчиков, 5 девочек. Страшная бедность была. Но ни один не умер. Ни одного больного нет. Мне вот 81-й год, я еще ни одной таблетки не съел. А уж я прошел и 5 тюрем, и лагеря, и морозилки. Меня еще так и не делали. Крепкий организм. Почему? Все правильно и по слову Божию. Я для Бога это делаю? Для Бога. А когда для Бога и сверяешься с Писанием, у тебя на душе легко. Прекрасный сон. Вот и все. А эти смотришь, щахнут, что-то все кашляют. Все время прямо больные. Меня как-то один раз тут записки подают о болящих. Я узнал, прошу, выщеркните меня, я не болею. Как не болеете? Я не болею. Пенсионеры обычно спросят, когда встретятся, какая пенсия, а чем болеешь. Я говорю, а что это такое? Ну, болит что-то там, колени там, но это не болезнь, потому что, ну, сколько же можно-то? Глаза там поранил я его, порезал глаз и инфекция попала. Ну, это не болезнь, это повреждение. Машина пятилась, на ногу мне наехала. Ну, это не болезнь. Ну, и всего хорошего, Максим. С Богом. До свидания. С Богом. Отключайтесь. Да.